здравствуйте уголовка садовода рад всех приветствовать и сегодня у нас в эфире непонятный томат по названию он понятно просто трехэтажное название значит русский огород вот мы купили такой из серии вкуснятина мы из этой серии уже покупали биф пинг бренди это гибрид томат типа биф да который в разрезе вот так выглядит мы сейчас это все проверим почему-то русский огород вообще к описанию относятся очень так всегда интересно описывает мне как-то без веса например может описать без количества плодов там без сколько там ну то есть не самый лучший не самый лучший фирма для описания томатов поэтому все что видим так 75 до 75 78 дней период созревания то есть достаточно быстро для томата биф не знаю может быть у них биф и средний среди это у нас бифики маленькие далеко не первые но такие вот они они симпатичные но вообще здесь конечно же насыщенный розовый цвет да почему мы сажаем мы розовые томаты вообще не очень я люблю конкретно но мы сажаем розовые томаты для родителей а также оставляем себе пару кустиков чтобы потом посмотреть на самом деле какие они и родители нас любят потому что среди них не сладкие не встречаются они какие-то вот для нас они не самые интересные скажем так но этот томат поэтому мы его тоже посадили потому что томаты сейчас между прочим осень да я кстати люблю их бифы за то что их можно действительно разрезать вот так и положить в бутерброд я люблю бутерброды с томатами яичницу с томатом классно вот действительно в разрезе они очень вкусно захотелось в разрезе они очень красиво это вот большой я сняла его для веса но думаю что разрезать мы можем любой другой ли этот давайте большой разрезаем все равно делать салат вот маленький вот большой для сравнения на одном значит если вы хотите конечно же чтобы у вас были большие томаты раньше говорили формируем такие грозди то есть не нужно оставлять вот столько томатов ставьте 23 будто они крупные но мы не формировали в этом году поэтому на одной кисти у нас сформировалось вот столько томатов один не с этой кисти но там просто остался один дозреваем то есть пять томатиков на одной кисти где-то будет вот так выглядеть поэтому рассчитывайте какие вы хотите вырастить среднего размера и маленького или же вот такие большие чтобы такие большие пожалуйста оставляйте две-три значит томатики ну так то внешне похоже сейчас мы взвесим да и попробуем на вкус на вкус бифа обычно я хотела еще рассказать что на вкус они должны быть по идее сочного и такого отличного вкуса они всегда мясистые бифы вот поэтому сейчас мы это все проверим так спускнулись к вам будем лицезреть по нулям маленьких так как русский огород не досужился нам написать сколько он вещь мы полезную работу поэтому это сделаем сами и гигант 80 и 27 мой 219 ну то есть вот такой томат у нас там еще висит большой не снимать не буду он где-то чуть поменьше где-то грамм 200 будет тоже месяц это наверное томат из первых грозе с первой завязи сразу про бутылки скажем а то будет говорить бардак бардак это не бардак это аккумулятора тепла сейчас осень 6 градусов как раз аккумулятором тепла у нас томата до сих пор чувствует себя ну по крайней мере они дают нам плоды и мы предпочитаем есть красные томаты именно с куста а не дозаривать их на стеллажах то есть мы у нас томаты дозревают на стеллажах в декабре в ноябре так вот в сентябре мы хотим еще покушать здесь поэтому бутылок будет даже должна быть еще больше мы только приехали вот как он аппетит как арбуз вот такие бифчики они очень красивые воззрения мне кажется похож много семенных камер всегда у них по краешку здесь даже в центре затесалась какая-то случайно мне кажется от этом тоже на разрезе похоже очень похож мне кажется так как нарисованы на картинке рестографирована сейчас мы еще попробуем на вкус что нам предлагают розовый биф он был какой-нибудь сладенький у нас детишки и в принципе мы с супругом очень любим сладкие томаты поэтому мы еще любим экспериментировать разные сорта и пробуем то что действительно можно не только переработку но и поставить на стол или в салат порезать и гости удивляются почему салат не кислитом там такой сладкий ну да если смешиваешь еще раз да как назывался тот сорт а мы не выяснили нет будет ну вот с кем-то перемешался такой который оранжевый который сладенький оранжевый с фиолетовым да у нас есть оранжевый с фиолетовым я думаю что это все-таки фиолетовая сливка интересный томат вон это не кислит это уж точно и опять же не сластит как сильно такой нейтральный томатик салат самое то вот это любите же да там майонез яйцо или как там и чеснок мы любим так лист салата огурчики можно этот минут это про сэндвич расскажу я про то как это помидорка и на нее там чеснок с этим сметанкой с солью с пенезом помидор майонез и чесночок туда добавить яйцо сверху да 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 точно кстати вот из таких вот это будет классно и он не течет его на тарелку порезал не течет ну да действительно то есть видите семенных кальмер много но они как такие уж достаточно устойчиво действительно не течет все сока на тарелке но если у вас таких томатов много конечно переработку классно кетчуп будет замечательный кепчук вот здесь сахарная даже какая-то мякоть смотрите вот здесь вот поэтому для тех кто любит сахарные большие розовые томаты у розовых кстати отмечено что у розовых меньше конечно кислоты чем у красных оранжевых еще меньше кстати посмотрите наш поездка оранжевые томаты действительно числа сокровище инков да был сам да сокращение нет еще помидорная королева вот помидорная королева сокровище очень сладкий там они бикалор они бикалор золотой руно они коктейльного типа они оранжевый но они не такие сладкие все таки не такие сладкие этом году не выращивал кто-то я хотела еще обратить на количество кладов внимание почитаю что мы не формировали кисти и мало за томатом ухаживали один из томатов у нас пошел в три стебля это вот этот томат здесь небольшие томатики они весом где-то будут 150 грамм 100-150 не больше наверно но все три кисти с томатами если бы я тут вовремя посынковала было бы дома и посынковала тут бы завязались еще томаты томатов достаточно много я вообще от бифа не ожидала что у него будет много томатов несмотря на это по 5-6 томатов где-то по 100 грамм вы будете иметь на каждой кисточке для вашего здоровья спасибо 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 спасибо